Сегодня я хочу коснуться темы порядка, темы организации, темы, которые больнее для нашего государства. В чем заключаются проблемы организационные? Всем давно известна пословица, поговорка, что сначала положили асфальт, и потом трубы, то есть канализацию забыли провести. То есть получается так, что мы не умеем создать, организовать производство автомобилей на нормальном мировом уровне. Все хотят ездить на BMW, и Plada, и остальные наши машинки, они как бы пользуются ими только для того, что не имеют возможности пересесть на лучшее. Почему? Организация порядочности, что, к примеру, один немец приехал в Польшу, и такой чистый загородный поселочек, асфальтированные облачки, все красивые, покрашенные, убеденные дома, крыши, все идеально, как бы нормально. Но немец настолько озабочен именно организацией порядка, что он не выдерживал, когда увидел бумажку, лежащую на тротуаре или окурок. Поэтому, когда он шел в магазин, он приехал к кому-то в гости, шел в магазин, он брал с собой пакетик, щипчики такие, и подымал все окурки, нес их и складывал в бурлю. Поляки все смеялись, я думал, что вот, ребятушки, не видели бы наших деревень и городов заплеванных, за окурками забросанных. То есть, получается так, что немцы, они опережают нас в социальной организации лет на 500 так. И, естественно, мы тоже подтянемся, но для этого нужно время, так как с самого начала у нас всегда возникали какие-то проблемы организационные. То есть, при возникновении российской, русской государственности, славянской, сами мы не смогли организовать централизованную власть. У нас было народовластие, то есть, кто сильнее, кто авторитетней, тот и имеет власть над остальными. Так жили до момента, когда просто стало не в моготу, население разрасталось и междоусобицы сжирали. Тогда взяли, пригласили каких-то варягов, каких-то, не каких-то, а Рюрика, Рюрика, и с братьями с вами где-то из прибалтийских сторон, где уже была нормальная организация. И те засели на престол, и отсюда пошел царский род, который правил Российской империей многовеков. Вот. И рабовладельческий строй у нас тормозил развитие порядка и организации. То есть, крестьяне, есть крестьяне, дармовый труд, дармовый скот, ну, что там, сказал, сделал это. То есть, не было какой-то нужды в каких-то четких правилах поведения. Так все делалось на авось. Когда пошла индустриализация, Россия начала входить в капитализм. Рабовладельческий строй отменили феодально. Вот. Поздно, очень поздно, наверное, самое поздно в Европе. Отменили. И вдруг революция. Революция. Пришли в власти те же самые крестьяне, которые еще недавно были рабами, которые организации вообще ни сном, ни духом. И они пытались всеми своими силами, каким-то образом, ведомые более умными товарищами, пытались организовать производство, организовать государство, идеальное коммунистическое. Но оказалось, что им не хватает интеллигентности. То есть, тех вещей, которые на тонком уровне необходимы для организации различных структур. Можно организовать банду. Найдется главарь. И это будет простая организация, не требующая каких-то больших интеллектуальных усилий. Это мы можем. Но вот организовать правовое государство оказалось не под силу даже Путину. Во-первых, у него руки связаны демократическими принципами. Он не может жестко, как в Китае, установить законы, карающие за отсутствие, так сказать, порядка, за коррупцию. И поэтому он либерально к этому относится. Понимая, что если всех садить, то придется пол-России пересадить. А это, как сказать, невозможно. Поэтому живем в обществе, в котором заслуживаем силу. Мусором, бычками, которые лежат везде вокруг. Хорошо есть работа дворником. Ну, порядочности сразу не научишься. Мы привыкли понимать и мыслить о порядочности, как о каких-то культурных жестах внешнего поведения. Нет, порядочность сидит внутри. Порядочность от слова порядок. Ну, я думаю, что не стоило обижаться на немцев, когда они во время Первой мировой включали там русская свинья, выходи, или еще как-нибудь так. Они, в принципе, были правы. Хотя террористы, гады. То есть мы их побили и это радует. Но они были правы, что их порядок, их структура просто ужасным образом выделялась на фоне нашей беспорядочности, нашего хаоса. А в хаосе не будешь чувствовать себя комфортно. Также если правила дорожного движения, это организация дорожного движения, созданы правила. Если мы их соблюдаем, если мы любим порядок, если мы порядочные, тогда все едут, друг друга пропускают и порядок сохраняется. Если у нас отсутствие культуры, организации внутренней, на личностном уровне, тогда люди начинают раскалкивать волоктями всех, ехать, спешить, обгонять, влезать. Ну, и здесь начинается хаос, и здесь начинается отсутствие порядка. То есть никоим образом не получится избавиться от глупостей, отсутствия организации, в личной жизни, если мы не будем задумываться над тем, как мы живем. То есть хорошо сейчас люди выезжают, смотрят, как на Западе живут, некоторые удивляются. Некоторые просто плюют на все и живут так же там, как и дома. Но лучше, конечно, подумать об этом, потому что от этого зависит качество нашей жизни в семье, отношения с близкими. То есть если мы сумеем организовать окружение свое, то есть взаимоотношения с женой, с мужем, с детьми, с родственниками, то мы можем себя чувствовать вполне счастливыми. У нас будет организация. Если мы живем хаотично, как мы живем, да, Бог с ним, никаких мыслей на эту тему не вводим в наш обиход, тогда ничего в жизни нашей не изменится. Так же и будут продавщицы на нас кричать или там как-то грубо говорить. Так же и будем стерчаться с бытовым хамством налево и направо. То есть ничего не изменится. То есть можем измениться только мы сами, наш внутренний мир, если мы постараемся его упорядочить. То есть все выглядит так, человеческое сознание выглядит так. На примере такого стола. То есть на столе лежат еда, книжки, интересы различные, машинки. То есть на этом столе лежит вся наша жизнь. И обычно на этом столе страшный беспорядок. И для того, чтобы навести порядок, человек должен задуматься об этом, что надо порядок сделать. И он тогда слаживает книжки в одну сторону, еду в другую сторону, все по полочкам раскладывает. И ему станет приятнее. Он будет знать, где что лежит. То есть он не будет уже порошить и все. То есть организация своей жизни зависит от порядка. То есть каждому предмету есть свое место. И оно здесь должно лежать. Хоть кровь из носу, но его нужно взять и положить на место. И когда мы привыкнем к порядку, тогда нам станет хорошо, легко и просто. Мы знаем, где что лежит. Хотя это еще не конечная, так сказать, не последняя инстанция счастья. Все эти предметы, которые лежат на нашем столе, они просто привлекают наше внимание. И для того, чтобы действительно стать счастливее, нужно все взять просто на днемаха. Снести с этого стола. И стол станет чистым. А если стол чист, то кто, какой глупец будет сидеть и смотреть на этот стол? И тогда мы увидим, что нас окружают люди. И тогда нас, что мир огромен. И тогда начнем радоваться жизни. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok